Александр, очень хорошо, очень красиво у вас. Да, да, готовился. Во-первых, проветривается, да? Да, очень, скажем так, воздуха много. Да, я же дышу, когда пою, мне нужно больше кислорода получать. Поэтому вот буквально всем телом я вдыхаю. Ирина Корнева. Ей благодарна в целом письмо за участие в проекте в качестве спикера и за активную поддержку проекта Венит Шоу 2018. Ваши аплодисменты. Спасибо большое. Красивый молоток, слушай. Надо сделать свадьбу в стиле мотка? Нужно помочь невесте дошнуровать платье, надеть корону, успокоить ее, успокоить ее маму, успокоить всю семью и помочь ей вынести свадебное платье из дома. В смысле? Всем привет, с вами Ирина Корнева. Спасибо, что забыли на мой канал. Наконец-то я приехала на свадебную выставку в Воронеж. Я долго к ней готовилась и вот я здесь. Заметьте, сегодня не я сама тебя крашу, а со мной работает профессионал. Вот знаете, самое забавное, что я реально зашла на выставку и все девчонки с красивыми прическами, все девчонки с профессиональным макияжем. Я такая думаю, ого, надо и мне тоже воспользоваться ситуацией. Так что я в руках профессионала. Зеркал нет, но напишите мне в комментариях, нравится ли вам моя прическа. Красиво ли мне сделали сегодня прическу. Верю, что прям воу-воу-воу. Прям как будто на стильном баттле побывалось. Теперь я пришла к пассажисту. Надо воспользоваться, понимаете, в полной мере нужно воспользоваться моментом. Оля стоит, скучает? Я думаю, не, ну Оля скучает. Почему бы не дать ей работу, работенку? А почему бы не делать прическу? Ну, я не знаю, я как-то увлечена макияжем, наверное. Все, все, я ухожу в мир макияжа, девчонки. Я говорю, подхожу, спрашиваю, не настоящая? Все, дочки, они говорят, нет, не настоящая. Я говорю, а выглядит, правда, как настоящая. Ну, прикольно сделали, действительно интересно. Дайте какой-нибудь совет, рекомендацию невестам, как декоратор, который готовится самостоятельно к своей свадьбе. Главный совет к невестам, и даже, ну, наверное, крик души. Если у вас ограничен бюджет, не нужно стараться сделать все и сразу. Оформите лучше одну какую-нибудь зону, которая для вас важнее. Ну, допустим, выездная, регистрация или президент. Сделайте это классно. Не надо вот распыляться на все, вот по чуть-чуть и никак. А были у вас такие невесты, которые говорят, так, у нас бюджета нет, но мы хотим, чтобы было красиво, давайте оформим шариками. Ну, таких нет, нет, кстати. Не умудрялись, но за 5 тысяч хотели все. Да? И что вы предложили? Попробовать поискать где-то в другом месте. Актуальные варианты оформления в 2018 году, ну, вот именно Воронежа. Вы сейчас из Воронежа или нет? Да, да. Мы из Воронежа. Актуальные среди невест или актуальное то, что мы бы хотели предложить? Ну, давайте сначала среди невест, потом то, что вы хотели бы предложить. Ну, среди невест, к сожалению, много еще тех невест, которые, в принципе, смотрят какие-то фотографии прошлых лет и уже, как бы, тенденции-то эти уже давным-давно забыты, а вот мне нравится, и очень сложно переубедить на то, что, ну, уже, все уже шагает вперед, уже много всевозможных разных дизайнеров. А что, а что это за танцентенция, вспаревшая? Карочки с, ну, не, ну, говорите, как есть, с леточками, с тканями, ну, все, в принципе, как бы это об этом знают, и, к сожалению, до настоящего времени редко кто вообще приходит и говорит, мы что-то хотим такого, вот чего бы не было, вот что-нибудь там будет. Ну, да нам так вот, танюшечки, вот, как бы, ну, потом, естественно, как-то начинается акцентсом, да. Вот, кстати, советующей невесте, где ей искать вдохновение, где ей смотреть картинки, потому что, ну, она не знает, она зашла в Яндекс, увидела, и там арочка с танями, и она такая думает, ну, наверное, это модно. Ну, да, вообще, на самом деле, самый главный, наверное, совет в поиске вдохновения не нужно цепляться именно за свадебное что-то. Ну, может быть, сейчас же модные режиссерские свадьбы, и там какие-то тематические и все остальное. То есть, может быть, у вас есть какой-то любимый фильм, любимая картина, ну, какая-то музыка, еще что-то такое. Вы просто исходите из своих каких-то предпочтений, ну, конечно, если у вас больше это позволяет. А, может быть, вы дадите какую-нибудь, я не знаю, ссылочку на какой-нибудь форум, например, или на какой-то сайт, и вы не скажете, там, вот на этом сайте какие-то красивые подборочки по фоткам, где можно найти вдохновение. Вы сами-то где вдохновляетесь? Ой, где угодно. В строительных магазинах очень часто. В строительных магазинах молоток. Красивый молоток. Надо сделать свадьбу сельмотфа? Или как? О, пила, пила, отлично. Нет, ну, просто декораторы и невеста смотрят разными глазами на подготовку именно кататора. То есть, мы заходим в строительные магазины и понимаем, что вот из этой вот декорашки мы можем такое сделать, возьмите только, а мы сделаем. Вот, ну, а невеста, ну, я не знаю, может быть, может быть, ей что-то в интерьере какой-то, стиль, допустим, нравится. Ну, вот у меня невеста сейчас есть, а ей нравится королевский стиль. Почему? Вот, да, ну, как бы, я считаю, что прям вот вдохновение, вдохновение посмотреть в интерьер, поглядеть, может быть, ей что-то там нравится. Но в зависимости от предпочтений там и нужно искать вдохновение. Ну, а что хотелось бы делать вам, Супер, давайте, пододожим. Нам бы хотелось сделать что-нибудь ультрасовременное. Вот, ну, за 10 миллионов нам бы хотелось сделать. Нет, ну, это не просто. Я не могу сказать, приходите, мы с Дима Сталой, мы раскуляемся. Гулять так гулять. Весь строительный магазин скупим. Ну, то, что бы хотелось сделать нам, это какие-то современные формы, ну, безусловно, не арки с тканями. Ну, вот, видите, мы здесь чего натворили. То есть, как бы, в принципе, с одной стороны, вроде бы, кто-то смотрит и не свадьбу, но свадьбу, это можно очень даже классно обыграть и будет здорово. А современные формы это что? Ну, сейчас современные формы. Смотреть, видите, какие цветы у нас. Да. То есть, ну, объемные, большие цветы. А вот эта арка тоже ваша? Да. А, это ваша тоже арка? Нет, вот эта арка нет. Я думала, вы про это говорите. Ну, вообще, на самом деле, вот эта зона, это совместный труд наш трех студий. Студия Суламита, наша студия Белла Стория и еще студия Декора Кружева. Поэтому мы вот вчера такой общей компанией свезли сюда все свои идеи, короче. Ну, в общем, вы все дружите, да, я так понимаю? Все студии Декора дружат. Ну, может быть, не все, но мы вот как-то с местным проектом совместно у нас получалось. Ну, как вы уже поняли, здесь есть отдельная комната, где всех выходят обычными девчонками, выходят красавицами, не естами. Отдельная комната, где делают прически. Причем, заметьте, здесь не только девчонки-стилисты, но и отдельный единственный такой и неповторимый парень. Это правда. Да, это правда? Это правда. Можно, да, с вами поговорить сейчас? Вы не против? Или вы очень заняты? Я думаю, да, можно. Можно, да? Скажите, пожалуйста, как часто именно девушки, ну, девушки, естественно, да, не парни же, девушки-невесты... А неправда, ведущего я уже сделал. Ну, ведущий, понятно, ведущий это отдельный человек, это отдельные люди. Как часто невесты хотят видеть в качестве стилиста именно парню? Много заказов, короче, у вас или не очень? Знаете, на лето у меня сейчас буквально есть одна дата специально для вас. Но вы ее не скажете, естественно. А нужно позвонить мне лично. Но вообще время есть, время немного, потому что многие хотят записаться к парню-стилисту именно потому, что мужчины делают прически лучше, чем девушки, скажу это честно. Ну, точно так же, как и мужчины лучше готовят, да, там, лучше, что они там еще делают. Все, все делают лучше. Готовят девушки правда вкуснее, у меня девушка очень вкусно готовит, лучше, чем я. А как девушка относится к тому, что вы стилисты? А сначала ревновала, а потом поняла, что это прибыльно и смирилась. А, а вы каждое утро отправляя ее на работу, делаете с ней прическу, наверное, так, красите и отправляете на работу? Она вообще забыла про то, что я стилисты. Нет, она не пользуется моими услугами. Нет. Вот так, да, понимаете? Вот так сняла сапожники без сапогов. Без сапог! Вы же помогаете штуровать платье невесте, да? Я обязательно. Если это требуется, нужно помочь невесте дошнуровать платье, надеть корону, успокоить ее, успокоить ее маму, успокоить всю семью и помочь ей вынести свадебное платье из дома. В смысле? В смысле? Ее без платья или как? Не поняла? Нет, ее вместе с платьем прямо к жениху вот так вот передайте, друг в руки. А жених не ревнует, что мужчина там видит ее в нижнем белье и помогает... В каком нижнем белье? Ни в коем случае. Нет? Убегаете? Нет, девушки у нас стеснительные в России, поэтому... Нет, ну просто девчонки-стилисты, они в нижнем белье видят невесту, одевают ей платье. Да вы что? У меня все в халатиках как минимум. Не, ну халатик же она же не на халат сверху платья одевает. Нет, ну все-таки это чужая девушка, поэтому на нее смотреть в белье наверное не лучше. Я всегда закрываю вот так вот глаза. А, вот так все происходит. Понятно. Прически делаю вслепую. Так вот в маске, да? Да, да. А туфли, вот я спрашивала, туфли помогаете надевать или нет? Еще ни разу не доводилось. Ни разу не доводилось, да? Ну сейчас посмотрят девчонки, они, я думаю, обратятся и у вас будет специально, чтобы зашнуровать ботиночки свои. А вы не только прически делаете на имейке тоже? К сожалению, только прически, но в скором времени еще и макияжик. Да? Да. Пойдете обучаться куда-то? Конечно. Ну у вас надо пригласить девчонки, напишите, может быть, пригласил вас зовут? А, Давыдов Иван. И Давыдова Ивана может быть нам на стильный батл позвать? В инстаграме Иоанн, нижнее подчеркивать, Давыдов. Ага, конечно. А вы думали. А у вас в инстаграме фотки кошки, девушки и вы? Там есть фотографии прекрасного меня и моих прекрасных причесок. Все, там больше ничего вы не найдете. Все, классно. Ну, красавицы, красавцы, там куча. Про красавцев, когда я про себя имею в виду. А бывало такое, что парни приходят и говорят, слушай, я вот присмотрела меня, ну и на женихи. Я присмотрела кучу стилистов и я поняла, что именно мальчик-стилист должен сделать прическу моей девочке. Обычно этим занимаются только девчонки, поэтому... У нас нет. Женихи у нас, да. Безответственно. У нас женихи тоже иногда приходят и говорят, я буду сам выбирать стилиста для моей девушки. Не, парни ко мне приходят только на окрашивание и сделать какую-нибудь прическу, но никак не женихи. А скажите, а вы выбираете помады там и так далее девушки свои самостоятельно? Ну и консилеры? Или все-таки она... Знаете, я никогда с ней не хожу по магазинам, потому что мы выносим друг другу мост. Потому что она любит Робби Роуз, а вы... А я маг. А вы маг, да? Да. Все, у меня даже нет вопросов больше вариантов. А давайте я вам задам вопрос. Кто вы? Что вы здесь делаете? Почему вы задаете столько вопросов мне? Правильно? Готовно? Нет, нет, нет. Почему, например, не красное платье, а сине-зеленое? Оно зеленое просто. Синее, да, тоже? Потому что красный нынче не в тренде. Сказала я человеку в красном. А вы дадите мне новую рубашку? Вов, снимай давай. Меняемся. Дай ему рубашку. Да. Дай ему рубашку, а давай стелись, они в тренде вообще. Не разумеется. Ну, хотя у него такой морфальный цвет, может быть, неплохо. А почему вы сказали мне сказали, что это бордовый? А кто выбирал рубашку? Девушка сегодня помогла. А, да? Да. Ну, девушке привет передавайте. Хорошо. Ну, привет передавайте. А, привет, Настя. Какая цель? Что вы ждете? Какие ожидания от этого проекта вашего? Спасибо. Ну, мы теперь ждали вас, во-первых, когда вы приедете. Во-вторых, ну, цель, главное для молодоженов, продемонстрировать новинки свадебной индустрии в качестве декора, выступления артистов, музыкантов. Ведущих у нас несколько человек принимает участие. И помочь молодоженам в выборе необходимых специалистов. Один совет для молодоженов. Организовывайте свадьбу, как вам хочется. Но обязательно воспользуйтесь советом организаторов. И они не делают надбавку на этом. Потому что многим кажется, обратившись к организаторам, свадьба выходит дороже. Нет, это заблуждение. И у нас одна невеста на днях заявила, ой, я бы обратилась к вам, но мне хочется именно самостоятельно организовывать свадьбу. Мы не отстраняем невесту от организации свадьбы. Она занимается ней столько, сколько она этого пожелает. Мы просто направляем, конъектируем на все. Так что приходите к нам, организуем вашу свадьбу подключить. Можем отдельно любую услугу, вот как классики принести или кроликов. Вы отговариваете невесты или говорите, ну, раз он так хочется, окей. Вот, если честно, Ирина, я слышал твой блог, слушала, как ты отговариваешь от колец на крыше, от чехлов на стулья, от домашнего чеха, от бутылочек на столе. Я стараюсь, как бы, если молодожены уже пришли и наметились это сделать, им так хочется или хочется уходить мамой, я как бы стараюсь не отговаривать. Беги скорее красиво, скорее, скорее. Я поняла, вы муж и жена? Нет. Нет? Нет, конечно. Конечно нет. Конечно нет. Бух, свадьба! Ладно, что не можно работать с мужем с женой. Нельзя, да? Да, это невыносимо. А что изменилось? Можешь спросить? Ну, ладно. Вы стали еще куда-то увереннее в себе. До этого было не очень уверенно, сейчас очень уверенно. Я хочу начать с образа Александра. Александр, очень хорошая, очень красивая рука. Да, да, готовился. Во-первых, проветривается, да? Да, очень, скажем так, воздуха много. Да, я же дышу, когда пою, мне нужно бочки кислорода получать, поэтому буквально всем телом я вдыхаю. Во-вторых, сверкает, сразу видно, что артист. Это, на самом деле, отвлекающий момент. Если я не попадаю в ноты, то можно взглянуть на мои блестящие вот такие вставочки, они делают так отвлечение и мои какие-то большевые ноты кажутся незаметными. Ну и темные очки это завершающий момент. Темные очки, вы знаете, для музыканта до обеда исполнить какую-то песню, это пытка. На самом деле, чтобы не видели мои усталые, еще спящие даже, я бы сказал, уточнил, что еще спящие глаза мне были мои так заметные слушателю, я вот сегодня одел очки. А я думала, вы просто так, мало ли там, поклонники, чтобы... нет, это не я, нет, нет, не трогайте меня. Где-то, если что-то сделал не так, чтобы меня в момент... Может быть, и не узнали, да, давайте Настю тоже подключим, а то она стоит, я не знаю, не помет. Да, что же я здесь делаю, может быть, я уйду, пойду. Нет, но вверх, я чувствую, что вы очень хорошо поете, все это круто, очень классно, мы пытались, да, не всегда можно, скажем так, исполнить качественно вот в такой, скажем так, музыкальной солянке, потому что существуют сложности в звуке, но кто успел, тот отстроился, мы немножко позже подошли, поэтому в момент исполнения мы пытались что-то вот сделать, какой-то баланс звука. Александр, зачем такие точности? Мы классно, аюк. Вопросы очень интересные. Мы потрясающие артисты. Мы-то это знаем, понимаешь, мы-то это знаем, понимаешь, глянь, медалей сколько. Глянь, вот, это все медали, да? Бывает такое, что невеста заказала диджея, допустим, и в параллель заказала вокалистов. Вы как кавер-группы числитесь или именно вокалистов? Можно называть как угодно, там, дуэт, я не знаю, музыканты, кто-то диджеями даже живой вокал, живая музыка, знаете, живая. живая не мертвая музыка, а музыка-то живая. Что нужно для того, чтобы вокалисту выступить? Если есть диджеи, да, там, со своим комплектом оборудования, и позвали вас. Что для этого нужно? Для нашего коллектива ничего не нужно, потому что мы максималисты, мы все возим с собой. Да, несмотря на то, что кто-то имеет там диджеи свои колонки, мы возим все свое, потому что мы знаем свой звук, нам комфортен свой звук, и мы знаем качество, которое мы дадим. А если вот мы говорим про вокалистов, которые не ездят со своим звуком, скажите, какой-то минимальный комплект, что для этого нужно? В целом, и также мы можем выступить, вот, это же не наши колонки. тем не менее, мы вошли, как это, вошли, да, и победил, да, собственно, так. Ну, то есть, если колонки будут там 100 ватт, то ничего страшного, вы споете. Можно вообще без колонок, зачем вообще колонки, это, вот, знаете, есть такое, плохому танцуру, да, вот, А ну-ка, давайте исполните нам что-нибудь, убирай митрофон. Милая, ты услыши меня, под окном стою, я с гитарю. Даже наверх пошел. Ну что, вот, собственно, так. Да, петь мы можем. Александр, а на шоу «Голос» не ходили вы? Нет, Почему? Ну, скажем так, молодым, да, если все уйдут туда на шоу «Голос», кто же останется здесь? Вы за дело, да, за молдошоном? Да, да, мы за молдошоном, мы вообще за фундамент, мы фундамент. Спасибо. Настя, ну, вы постояли рядом, помолчали, помолчали вы? Я ничего не спрашиваю. Давайте у вас спрошу. Ну, вы просто одно целое, я думала, ну, мало ли. Александр, Александр так и не ответил мне на этот вопрос, ответьте вы. Что нужно для того, чтобы приехать, вот, вот, пригласили на свадьбу, спеть, выступить, есть диджей, есть две колонки у диджея, и вас позвали спеть на свадьбе. Что вам нужно? Минимально. Аванс, минимально. Аванс, это вот, да, ничто так не вдохновляет, как аванс. Микрофон, флешка, пожалуй, здесь стоит комплект аппаратуры, микрофон, флешка, и я пою. и все, да, больше ничего. То есть там вот эти вот, как это называется, слушать себя, слушать. Монитуры? Монитуры. Конечно, да. Вообще, идеально. Банны, бас, комбики, нам нужно, да, иные уши. Все, на самом деле, все зависит. Софита, обязательно, чтобы звукач сидел в зале, отдельный, сидящий. Ты направлял на нас. Да, 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 да. И чтобы была обязательно видеосъемка, да, и, конечно, очаговательная ведущая, когда берет у нас по... поднимает занавес, да, и это... к людям, к людям нас ближе делает. Спасибо вам. Слушайте, Александр, а вы ведущим не подработаете? Да, да, есть такое. Есть такой... И шок, да, и он и занял, как-то, бывает такое, да. Ой, нет, слушай, я же должен... Голос взорвал. Что там? А какие конкурсы в основном? Карандаш, штакан там? А без этого... вот с этого мы начинаем, обязательно. Потом вот, раньше ядца катались, сейчас апельсины, что потому что уши, брюки стали, поэтому апельсины веселей получаются. Настя, а вы помогаете, да, в этот момент? Да. Она подносит апельсины. А потом чистим. А потом чистим, да, и делаем коктейль. Вот у нас такой уникальный номер на свадьбе, поэтому заказывать на свадьбе будет весело. Ой, спасибо, Александр, ну вы еще очень крутые, реально, правда, спасибо вам, спасибо, это круто, правда. Я еще танцую, кстати, я занимаюсь танцами, сальса и бачата, вот сальса, это вот так, вот должна была песня быть в стиле сальса, но, к сожалению, мне ее кат сделали, но бачата все легко, это медляк, так называемый. И все, Ну, это все вот так делается. Настя тоже, с этого момента, Настя тоже начала танцевать. Настя, а вы спеть можете? Можно продемонстрировать голос вы. Я не слышу себя Сашина. Класс, браво, спасибо вам, ребят. А сделайте теперь, чтобы ноги были длинные у нас, так, снизу. Чтобы очень длинные ноги. Сделать, с ледыми ногами. Без головы. И да, сфотографируйте, пожалуйста, теперь только ноги. Делали? Вот, вообще! Вот это бомба! Вы видели? Вот как фоткать надо, вы понимаете, да? Ноги сразу. Друзья, в анонсах группе обязательно заходите, подключайтесь, или если не ищите нас в инстаграме, будут выложены действительно фотки от наших ног и очень видных ног. И вот это да. Целуйся. А можно и так же сделать? Другие девчонки, я знала, что мои-то точно придут, но наверняка. Не можно сказать, что мои не пришли? Когда свадьба? 21 июля. Популярный этап года. Пойдемте туда. Что готовы уже, что нет? Ну, фотограф, ведущий. Площадка. Площадка. Платье сегодня забираю. Декор еще нет. Вот. И по правилам сделала. Сначала площадка, потом декор. Почему нет декора еще? Потому что поздно начала тебя смотреть. Кто рада? Кто рада начинать смотреть? А потом начала все как надо. Ну, самое главное, не шарами, Катя. Нет, антитренды, я в принципе так и знала, что это антитренды. Только одно, подвески невест, ой, подружек невест, браслеты. Я не знала, что это антитренд. Ну, он просто уже так, да, уже отстрел. Ну, я думала, надо, не надо, оказывается, не надо. И не будет. И не будет. А скажи мне, пожалуйста, в каком стиле будет свадьба, русская? Не популярно. Рустик? Да. Ну, рустик тоже можно сделать красиво. Ну, у меня не совсем прям, чтобы совсем рустик, это больше как бы зелени и дерево. А где веранда? Нет, тайга у нас, у нас там просто все деревянное, как бы, да, и лесу. У нас тоже в этом году будут деревянные веранды, и все такое лесное, кстати говоря. это парк-отель, за городом, вот, хотелось бы больше пространства. Девчонки, напишите в комментариях, вам хочется, чтобы Катя прислала фотки в чате невесты, есть ли? Конечно. В чате невесты она есть, конечно. Я уже выложила твою фотографию, что-то, да? Девчонки, напишите в комментариях, вам хочется, чтобы Катя прислала свои фотки со свадьбы, или нет? Если хочется, если, если очень хочется, если мы наберем, сколько, 10 комментариев? Хотя бы? Хотя бы 10 комментариев, что вам хочется увидеть фотографии со свадьбы Кати и Александра. Александра? Такой раз взгляд на Александра, это такой странный штук. Да, то обязательно мы похвалим Катю и обсудим ее свадьбу. Девочки, обязательно лайкайте, не забывайте. Молодец, невеста, батл невесты, хочу уже третью часть. Концент, консцент, 26 лайков. Я не понимаю, почему никто не ставит. Понимаешь? Ужас. Понимаешь? Я каждый раз смотрю и думаю, ну почему? Кать, давай мы все силы приложим в свои. Мне прям интересно. Давай мы все силы приложим в свои и привлечем чужих людей. Ну абсолютно, что мы не лайкали, мы тут не подал стилистов, потому что что такое? Что происходит вообще? Мы снимаем, снимаем? Я тут только из-за тебя. Ты прорекламировала, я только из-за тебя пришла. Нам надо сделать фотку с Катей. Ну а для этого нам нужно разложить баннер, который мы до сих пор еще не разложили, кстати говоря. А вы мне интервью берете? Ничего себе! Вы мне никогда интервью не брали. Ваш звездный час достал. Вы не будете все в инстаграме, да? Ладно. Чем вы цепляете молодоженов? Он как девушка ведущая. О, это я. Своей харизмой. Вы меня там говорят. Своей харизмой я цепляю. Я чуть не пойму, мы про кого разговариваем. Про меня говорят все-все, уходим. Все-все, уходим. Если есть возможность, пару вопросиков хотелось бы тебе задать. Расскажешь, что сегодня мы сможем увидеть и услышать от тебя? Друзья, ну как только придет большое количество молодоженов, мы же на это рассчитываем, да, мы на это надеемся, мы поговорим с молодоженами на тему, как самостоятельно организовать свадьбу. Это не будет скучно, надеюсь. Это будет с картинкой, с видеоподтверждением. В общем, должно быть весело, должно быть зажигательное. Вообще, на самом деле, я вот сейчас подошла к ведущей для того, чтобы взять у нее интервью, и тут интервью взяли у меня. Как-то что-то пошло не так, по-моему, только что. Спасибо. Это в Воронеж, город Пороша, на самом деле. Я понимаю, вы москвичи не привыкли к таким бешеным темпам. Все понятно. У нас все делается быстро, но все равно очень четко. Я с главой ребеном Кате Батвиновым, возьми мне что-нибудь, где-то микрофон, плачет. А бусы, а бусы, бусы можно забрать? Бусы, я думаю, можно. Пять тупеньки по-другому. Может, мы все равно не устроим тогда? Нормальный запомнику, когда дорогу подадим, когда дорогу подадим. На кармонке, все на кармонке. Друзья, а то есть с нового. Так, ладно, все, погнали. Ладно, все, погнали. Забудем вас, забудем вас бусы. Что все ходит, и ходит рядом с нами. Все, ладно, поехали, серьезно. Все серьезно. Расскажи мне, пожалуйста, какие фишечки, чем ты цепляешь молодожок? Надо взять это в руки. Сейчас. Сейчас я расскажу, сейчас. Знаете, когда я прихожу на встречу, и у меня молодожены спрашивают, Кать, скажите, а вы яйца катаете? Я говорю, конечно. Никто не катает яйца через штаны, а я катаю. И именно поэтому меня покупают на свадьбу, понимаете? А с баяном выступаешь? Фишуля с баяном, это прям моя основная фишуля. Значит, мы делаем песенные конкурсы по столам. Ага. А ниже, ниже надо держать. То есть баяна-то тоже. То есть если я сейчас баян найду, ты, в принципе, нам сыграешь, да? Не-не-не, я станцую, спою, но я играю. А в зал как обычно заходишь? В колесе или с шпагатами? У меня дуэт с моим диджеем акробатический. Мы прям хоп, прыжки и на месте. Все. Жонглируешь? Нет, не получается. Нельзя ругаться, да, в эфире. Я просто хотела цирк тебя уже отправить. Ай, е-мое. Тогда жонглирую ради цирка, я пойду на все. Скажи мне, пожалуйста, дай какой-нибудь советик, фишечку молодоженам, которые самостоятельно готовят свою свадьбу. Ребят, насколько бы качественно и классно вы не продумывали свое мероприятие, даже если что-то идет не так в день свадьбы, просто забейте и кайфуйте от того, что это ваш день и самый лучший день в вашей жизни. Слушайте, я хотела сейчас на самом деле с ней пошутить, что-нибудь там посмелиться, но она сказала такие серьезные вещи, что я такая, ну это же зафиналило я интервью свое так, да? Надо же серьезно было. Все, все, наверное, зафиналило. Вот, например, смотрите, мы вот, ну вы уже поняли, что мы встретились с Катей, выключили Светлану даже. Мы разговариваем на тему того, что Катя хочет себе платье, чтобы здесь там был стеклярус, камушки, но она говорит, меня волнует то, что на юбке у меня тоже будет там немного стеклярусом. Не будет ли это перья в моей деревянной веранде? Но уже до этого я Катя сказала, что, слушайте, ну не обязательно, если деревянно это позиционирует все как рустик, это абсолютно не обязательно делать. Например, вот, если мы берем вот такого плана картиночку, вот я показываю сейчас Кате, то, что буквально вчера я подбирала, вот если мы берем вот такую картиночку, здесь дерево, но при всем при этом, да, понятно, что у невесты платье должно быть легкое, там и так далее, но если мы там, допустим, добавим более высокий композит, правильно я говорю? Повыше композит, да, и более классические сделаемые, и не такие, без дерева, без каких-то там элементов именно растеканных, более классиковых, именно с деревом, сочетается вообще даже не плохо. Сейчас, я, надо мне, Светлана, давайте сюда, наверное. То есть, если, допустим, брать дерево и делать там более классические композиции, если, вот, ну что такое рустик вообще, по факту, что такое рустик? Рустик – это мешковина, это сено, и все то, что было там модно в 2014-2015 году, но, имея дерево, можно сделать очень крутой проект. Вот, например, в этом году у нас будут там деревянные веранды тоже, и при всем при этом невеста там хочет определенного стиля платья, казалось бы, не подходящий под рустик, да, под тот самый, вот, ну, как в твоем случае. Ну вот, Света правильно сказала, что, если, допустим, мы оголяем там красивые столы деревянные, добавляем более высокие композиции, и лампочки те же самые, которые дадут этот перелив на твоем платье, то это будет круто, но если ты под платье свое наденешь, допустим, пять колец, это будет вообще полный трэш. Нет, 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 оно будет не совсем точно. Ну, то есть, тут вот главное не перегнуть палку, то есть, если ты понимаешь, что вот у меня платье вот такое вот там спокойного пошива, да, там, а силуэт, но там у меня есть камушки, их можно подчеркнуть, но не добавлять дополнительные юбки, как мне любят девочки, там, пятнадцать колец и так далее. Не делайте себе принцессу, если, так говоря, то вот именно с деревом сочетать, вообще можно очень даже получить европейскую картинку и... Ну вот, вот, кстати, вот это, наверное, даже больше подходит сюда. Вот я открыла. Вот в таком стиле. У Светы, кстати, тоже у нее там дерево там и так далее. Вот мы разговаривали. Посоветуй, пожалуйста, вот ты как декоратор, посоветуй, какие композиции все-таки Кате? Ну вообще, мне кажется, что у нас в нашей российской действительности лучше брать высокие композиции, почему-то, потому что у нас очень сильно заставляется блюдами на столах. То есть если мы сделаем, даже она будет потрясающей красотой композиции, но маленькая, низкая, и вообще никто не убеет. То есть по большому счету это выкинутые деньги. Ну да, мы получим фотографии, конечно. Как декораторы, например, вот мы так классно делаем, на пустом столе снимем, но как угодно. Но здесь есть выход, на самом деле, ситуации. Вот Катя сам себе организатор. Ты сама организовываешь, да, свое-свою? Здесь есть выход из ситуации, опять же. Допустим, Катя хочет низкие композиции, например, что ей нравится, например. И многие девочки пишут, мне нравится, когда низкие композиции. Если вы планируете низкие композиции, если вы хотите, чтобы у вас там, допустим, был оголенный, так скажем, стол, деревянный, предположим, и постановочки, постановочные тарелки и так далее, но делайте тогда подачу блюд постепенную. Тогда не нужно делать подачу блюд, все, выстроили, все, пришли, сели, салаты. Там идет, получается, сменная. Вот. Если у вас смена блюд, вообще, no problem, как говорится. Просто недавно буквально мы с одним декоратором обсуждали эту тему, что она говорит, я оформила зал, и у меня, значит, президиумный стол, она мне показывает фотку до, до того, как пришли официанты, там тоже не было организатора, и фотку после. И вот фотка после выглядит следующим образом. Красивый оформленный стол, кола на переднем плане, вот так посередине ровно. Двухлитровая. Мы любим, естественно. Кола двухлитровая, потом там шампанское какое-то еще что-то, и все это посередине стола, правда четко посередине. И на всех фотках оформление стола не видно, видно только колу. С красной этикеткой. То есть, если вы сами организовываете свою свадьбу, если вы понимаете, что я хочу, чтобы было красиво, я люблю вот, я хочу, чтобы у меня выглядело таким, так вы договоритесь с официантами, что, окей, давайте вы там рядом поставите столик, на постановочном столике, буду у меня ставить напитки. Или вы договоритесь там, давайте у нас будет, как у нас там на одной свадьбе, кстати, так и будет, что на столе молодоженов не будет вообще ничего, будет только декор. И официанты будут подходить, приносить блюдо, невеста скушала, уносить. Кстати говоря, если уж говорить, опять же, о фишечках, это реальная фишечка, почему? Потому что, я извиняюсь, что я тут вас задержала. я заслушалась. Это реальная фишечка, почему? Потому что самая большая сложность обычную у невест в том, что они уходят со свадьбы голодными и они прям переживают, что это, мне кажется, что я уйду со свадьбы голодной, мне кажется, что я вообще ничего не буду есть, потому что я волнуюсь. как показывает практика, если невеста садится за стол и у нее перед ней там салаты, холодные закуски и все у меня габрадия блюд, которые вообще имеются, она реально ничего не ест. Она не берет, то, что ей некогда колбасятинку взять и скушать, потому что она в этот момент занята другим делом. Но, если подходит официант и подкладывает, он такой принес, такой, покушайте, покушайте. Она такая, непроизвольно такая, эээ, и скушала. Получается, что невеста вроде как, что-то я не поняла, как это все произошло, но я наела. Но я реально ела, да. Опять же, я бы еще, может быть, сочетала высокие композиты с низкими. Да, это тоже тема хорошая. Выглядит разноуровнево. Я, кстати, хочу дать 50 вопросов, 50 вопросов, которые нужно задать менеджеру. 50! Сейчас уже 50, я добавила еще вопросики. Тебе нужно остаться? Я поняла. Тебе нужно их записать. Они есть, в принципе, у дневники невесты, но нет, у дневники невесты 47, а сегодня будет 50. Плюс 3. Да-да-да. Плюс 3 вопроса. Ну, реально, те вопросы, которые прямо с практикой, они раз-таки всплывают, ты думаешь, да, это реально, нужно спрашивать, потому что, блин, если это не спросить, то будет, может, будет получиться косяк. Слушайте, ну, со скатерцами вам тогда надо будет поработать. Я вообще, я полагаю, что скатерти, наверное, там наполовину закрываешь стол, Ну, скажем. Ну, да. Все, как мы любим. Да, все, как мы любим у нас, к сожалению. Тренды, ресторан не успевает за особенный тренд. Или не хотят. А вы привозите обычно скатерти свои, или нет? в зависимости от бюджет. А так привозим? привозим, конечно, если кому-то хочется именно вот что-то свое, чтобы был цвет, или еще что-то такое, конечно, привозим. Ну, вообще, можно посмотреть, по большому счету, и со скатерти, можно там, придумать какие-то элементы, чтобы это выглядело лаконично и сочеталось между собой. Так что... А мне вот интересно, а Воронеже, есть места, где можно заказать мебель, там, стулья, так-так-так-так? Воронеже большой город. Воронеж большой, город немаленький, да, но и как бы заказать можно. Можно, да? Все, да. Просто не все готовы за это оплачивать. Все, к сожалению, за деньги. Ну, это понятно. Да, вот, поэтому, как бы, есть и стулья, есть и мебель, и всевозможное, всякое разное, вот, ну, как бы, надо быть готовым. Если, ну, есть невеста, которая фанатично подходит к вопросу картинки, они готовы там пожать... Это не фанатично, называется... это называется детально. Детально, да. Неправильно. А на самом деле, это ключевой вообще декор, честно говоря, в зале, это прям ключевое. Декор фотографов. Да. Потому что, на самом... ведущий тоже должен быть крутой, согласна. Однозначно. Но, но по факту, пройдет время, все забудут, какой был ведущий, но у всех останутся фотки. Да. Но ведущий тоже должен быть крутой. Ведущий должен быть хороший, потому что впечатление. Да, конечно. Остается. То есть, вот на каких свадьбах я была, ведущий много чего делал. Безусловно. того, что вот почему мы его доказали, потому что в свадьбе мне показалось чем-то прям вот... Потому что... А кого бы? Бабкин. Он где-то здесь есть? Нет. Я слышала свою фамилию. Я помню. Я тоже слышала. А, это ее муж, что ли? На свадьбе не присутствует, он на русском стране. Сейчас мы у Кати спросим, Катя, где муж твой? Где Димка? Дима его там? Сергей. А, где Сергей? Кстати, вот этот вариант мне очень нравится, то, что сделала сегодня Света. Мало, Лондон. Я не одна. Нет. Ну, не одна. Я помню. Я уже услышала. Я не могу себе всю славу, да. Но она одна присутствует. Здесь, по-моему, девчонки, сори. Все сделала Света. Вот здесь, да-да-да. И еще. Свет, а ты должна сказать в этот момент, да, это только я. Да, это только я. Но на самом деле, еще подойдет Оля, и она уже прямо на подъезде, так что... Ничего не знаем, Олю не видели. Видели Свету. Мама сказала, надо так. Мама сказала, надо быть честным, все. Молодец, Свет, правильно. Ирина Корнева. Это топовый YouTube-блогер в свадебной сфере. Как давно вы начали выкладывать видео на YouTube? Первый опыт мой был в 2011 году. Потом я решила, что как-то не хочу. Все удалила. И повторный опыт у меня уже случился в 2015 году. Ну, то есть, три года. Три года уже, как регулярно, да, веду. Три раза в неделю. Три раза в неделю. Пока мы здесь стоим, коридорчики, там жизнь бурлит. Девочки, жизнь бурлит. А, я думала, здесь барабанчики, а здесь танец шоу-тас. Отлично. Красава. Да, это Ольга. Нет, попробуй, когда барабанят, это устоятельство. Ученик, каждый год упорный. Слушайте, какой пес хороший у девчонки. Я устою, думаю, что мне еще работать в этом направлении. Кстати, моя мама занимается восточными танцами. Мама моего мужа тоже занимается восточными танцами. Только что мы записали, это для них, или для вас, извините. Простите. Это было на наших родителей записано. Мама моего мужа. Мама моего мужа. Мне кажется, это Огонь. Мама моего мужа. Это Огонь. Заметьте, все, кто был здесь в зале, как только начали выступать ребята, включили телефон и начали снимать. То есть, как ни крути, реально кавер-группа привлекает внимание не только на выставке, не только здесь, но и на вашей свадьбе, безусловно. Конечно, когда спрашивают, а что лучше кавер-группы или там просто диджей? Ну вот на протяжении всего вечера играл просто диджей. Ну, тут вышли ребята. Все скучковались, все подошли там ближе к сцене, включили телефоны и снимали. Мне кажется, это и есть ответный вопрос. Подождите. Теперь фенеальный оттайв! Заметьте, с этой группой не одна выступает, да, на сцене. Всегда есть человек, который регулирует уровень громкости, который регулирует уровень звука. и смотрит, все ли хорошо. Плюс есть директор группы, который поезжает, обычно пейся с группой, и давать их отступление, да, гранические, вы даже не спрашиваете. А можно ли им меньше, но вот такая группа? Вы должны понимать, что вы платите не только за выступление артиста, вы платите за паршизм, вы платите за директора, вы платите за показанные которые привозят по камеру. Для этого плача вы ставите в ваших окнах в окно. И всегда возможно улучшение все именно за камеру. Ты ведь парень сураста, ты не умеет восстать, я ведь вам вам бросаю по ветру, мне парень сураста, ты ко мне большая, я за тобой бегу на дождь летна. Знаете, больше всего, что меня впечатлило в Иване, даже не то, что он парень-стилист, вообще нет, потому что, ну я знаю, парень-стилистов, в этом нет вообще ничего удивительного, меня впечатлило другое, меня впечатлило, что человек три года назад у него не было интернета, правда? Правда, правда. И он говорит, я просил, чтобы мне напечатали на бумажках, а4 на принтере, листики, я, говорит, учился, звук скотча, мне особенно нравится, когда я говорю, и я, говорит, учился чисто вот по напечатанным вот этим вот бумажкам спринтера, понимаете? а это было нелегко, хочу вам сказать, разбирать пятипрятные косы по фотографиям. Я говорю, Ваня, ну, наверное, ты ходил куда-то обучаться, он такой, нет, я учился на бумажках спринтера, я такая, что? что, простите? я говорю, видеоуроки, он такой, нет, это был принтер, бумажки, я разбирал пятипрятные косы, да? Да, все, правду ты говоришь, как будто сама видела. Я соседка твоей по дому, на самом деле. А, реально? Реально! Ты тоже с Дальнего Востока? Конечно! О, землячка! Так, ты с Дальнего Востока? Да. А что ты сделаешь в Воронеже? Скажи мне просто. Я сюда приехал учиться, учусь на психолога, поэтому я просто читаю тебя сейчас. Считываете? А я психолог вообще за стажем, поэтому я у тебя давно уже считала, знаешь ли, пазл сложился по всем параметрам. Так, ты учишься на психолога, стилистом? Да, конечно. Что-то пошло не так? Нет, это стилист, моя основная профессия в будущем, а психолог, это лишь подспорье, которое мне поможет в профессии. Вань, для чего ты учишься на психолога? Чтобы успокаивать невесту? Мне кажется, что высшее образование, оно помогает развивать мозги. То есть, в принципе, любой предмет, он как-то помогает тебе мыслить по-новому. А высшее образование, это новые знакомые, это куча новых студенческих историй и просто школа жизни. Прям вот как мне мама говорила, вот один в один то же самое сказал, просто, прям слово в слово, понимаешь? Вот реально такое ощущение, будто бы это было растетчатно, висело над кроватью где-то, и он, и высшее образование, таких самоучек, я не знаю, это вот первый опыт в моей жизни, и прям я впечатлена. Жаль, что не Ваня делал мне прическу. Мне тоже очень жаль. Очень жаль. А я хочу сказать, что я очень впечатлен нашей прекрасной ведущей, таких я еще в своей жизни не встречал, а может быть... Как ее зовут? Какой ведущий? А, я? А, да? Черт, я должна была раскраснеться в этот момент, а я тут вспоминаю стать цветом и рубашки. Да, да, да. Ну, леди фуршет я уже видела, различных леди видела, а леди фонтан увидела впервые, честно говоря, пойдемте посмотрим. А вы разговариваете или нет? Умеете разговаривать, да? Класс. Вы леди фонтан, да? Ваша задача стоять и лить воду, да? Сейчас это абсолютная новинка, такого еще нигде нету. Вот я тоже удивилась. Ну, ничего себе. А вы можете там в бокалы там разливать как-нибудь водичку или шампанское так же стоять? Шампанское мы не заливаем, а водичку можем. Так же в бокалы, да, разливать? А в основном вы планируете работать где, на куршете, на выездной церемонии? Мы работаем на вэлкам-зоне. На вэлкам-зоне? На вэлкам-зоне. И так же мы вот, у нас девушка танцующий фонтан, поэтому под все музыкальное сопровождение она может танцевать по каждому ритму музыки. А откуда у вас поступает вода? Из фонтана. То есть вы не можете перемещаться, да, по залу, получается? Ну, чисто теоретически могу, но это сложно технически сделать, потому что мы привязаны к электричеству. А большой фонтан можно заказать? Какой-нибудь? Не маленький, а вот большой, чтобы стояли там. Да, у нас есть большой фонтан, 4 метра диаметром. Слушай, ну это реально очень удивительно для меня, это прям новиночка такая. Классно, спасибо большое. Ребят, ну вы, конечно, зажгли сегодня. Это просто бомба. Как только вы заиграли, реально встал весь зал, и все, кто сидел там по гримюркам, здесь, еще где-то, все тут же вернулись и включили телефон и стали вас снимать. Ну, просто огниво. Зажгли, но отработали на 100% или нет? Или можно было круче? Вот, наверное, да, к вокалисту? Мы всегда работаем на стол, стараемся всегда, делать даже 200. А на свадьбах вы тоже работаете на 100%? Везде, какая разница, свадьба, дома, ванны, на площади, на многотысячной, везде одно и то же. Слушай, ну у вас довольно-таки такой обширный, я так смотрю, репертуар, или есть еще что-то, что вы сегодня не исполнили? Есть еще что-то, конечно. Расскажите. Это же секреты. Везде должны быть какие-то секретики. Все надо оставлять на изюм, приходите вечером, покажем вам. Вечером все будет. Куда приходить? Вечером. Где-то у нас, вот рядышком. А, придем? Полчаса все уже будет. Ну, за полчаса мы сделаем. Насколько сложно приехать в другой город? Воронеж, там, Питер, Москва, и... Сложенностей нет вообще никаких. Что для этого нужно, чтобы заказать вас выступать, допустим, в Москву? Позвонить по номеру вот этому прекрасному молодому директору. Да! Я знаю, знаете, что я хочу сказать? Для нас, конечно, Москва ближе как-то. М4, трасса, быстренько дойдет. Всех до поехал, чего тут? Так что, если что, приглашаете. Слушайте, я пока разговаривала с ребятами, тут уже пошли невесты вовсю, сейчас будет показ свадебных платьев. Вот это я, конечно, люблю, честно говоря, потому что всегда в каждом городе есть своя такая мини-мода. И даже вот я одним глазком уже заглянула, я увидела мини-моду здесь. И хочу, чтобы эти платья посмотрели вы и чтобы вы написали в комментариях, какое платье, может быть, вам понравилось больше всего. Девчонок, кстати, довольно-таки много. Их сегодня красили стилисты, которые присутствуют на выставке. И мы, конечно, покажем вам отрывочек с показа свадебных платьев. Девчонки, сейчас будет показ свадебных платьев. Я специально встала поближе для того, чтобы комментировать те платья, которые будут показаны. Сегодня мы разговаривали, кстати говоря, с одной невестой по поводу платьев, обшитых с фразами, платьев с блестящими юбками. Эти платья хороши, когда есть определенный свет для того, чтобы подчеркнуть вот эти стразы. если уж есть какая-то вышивка, то, конечно, вышивку нужно подчеркнуть, как в данном конкретном случае. Опять же, для чего и для какой свадьбы подойдет такое платье. Такое платье хорошо подойдет для утонченной невесты, хорошо подойдет для классической свадьбы. В принципе, это платье можно надеть и на природу, потому что в нем нет огромного количества шлейфа, юбок и так далее. Вот такого плана платья я очень люблю. Это как раз-таки природное платье, летнее платье. Здесь практически нет блеска, здесь все очень сдержанно. Есть немножко вышивки, есть немножко страз, но в целом и в общем все очень сдержанно. Единственное, что это платье сделано на сетке белого цвета, я бы, наверное, все-таки выбрала бы сетку телесного цвета, тогда это было бы более трендово. Если бы цвет сетки был телесного цвета, то есть, чтобы было ощущение, что эти композиции находятся прямо на теле. Это необычное очень платье, и такого рода платье, мне кажется, больше подошло бы для брюнетки, нежели для рыженькой девушки, потому что здесь много золота, и рыженькая девушка немножко сливается с золотом, а брюнетка смотрелась бы более эффектно с такой золотой окоюнкой, обрамлением, но это, опять же, это платье не для природы, скорее, это платье больше ресторан, банкетный комплекс на классическую платье. Это платье, я бы тоже, наверное, порекомендовала бы надевать именно брюнетку, потому что цвет платья бежевый, и блондинка немножко сливается с цветоплатья, если бы была брюнетка, с собой ходит позже, и возможно, оно смотрелось бы более ярко на мне, если бы на блондинке, на блондинке. Но это платье хорошо подойдет под стиль эко, безусловно. Очередное платье Асилы это со шлейфом. В принципе, оно довольно классическое, то есть это платье как бы подошло как блондинкам, так и брюнеткам. Единственное, что, конечно, очень внимательно нужно выбирать оттенок к цвету своей кожи, чтобы кожа не давала красный оттенок по сравнению с бежевостью юбки. То есть, соответственно, чем смуглее кожа, тем лучше смотрелось бы это платье на девочке, на невесте. Заметьте, практически все платья, которые показаны, они не белого цвета, они пудрые, они в бежевых оттенках, они с объемными элементами, как раз-таки, ну, то, что довольно-таки популярно в 18-м году. Это платье немножко великовато, девчонки, и немножко не села талия, вот цвета, и светлый, немножко в локом цвете. Хорошо, это не помешать вам. Я думаю, что кожа должна быть чуть слуглее, чтобы на коже не отвечать вот эту вот голубую оттенность. То есть, оно, конечно, это платье не для всех. Платье, вы заметите, это платье кажется белоснежным, на самом деле, оно цвета айвори, то есть, оно светлое, там тоже многослойность, там тоже есть разный оттенок в юбках. Это платье больше для классической невесты, больше для роскошных залов, нежели для свадьбы на улице, на природе, в шатре, там, на веранде, и так далее. Ну, для очень смелых девушек, для девушек роскошных, у которых хорошая фигура, хорошо подойдет это платье, опять же, заметьте, оно снова не в белом цвете, оно в бежевой палитре, оно кажется коротким, но на самом деле у него есть шлейф, в нем легко передвигаться, и для лета, конечно, это хороший вариант, но далеко не все девушки, конечно, присунули примерить такое платье, примерить, может, разгнута, вот надежь, и не все чувствуют. Ну, это прям принцесса. Я, знаете, как увидела вот это платье, у меня сразу мысль, что мы хотели в этом году сделать свадьбу в стиле Золушка, и у меня мысль, что это платье подошло бы под наше Золушка. Заметьте, есть такие рукавчики приспоренные, оно тоже немножко великовато модели, но в стиле Золушки хорошо подошло бы, под стиле Золушки хорошо подошло бы это платье. Следом сейчас пойдет эко-невеста, прям вот так не крути, это реально эко-невеста, смотрите. Мой любимый фасон платья, когда есть неиспадающие элементы, когда открыта спинка, когда платье по фигуре невесты, когда есть изюминка, в виде какого-то такого многослойности, но в то же время спинка абсолютно открытая, и кажется, что девочка очень легкая, кажется, что она такая вся воздушная, что она очень нежная, такая, знаете, девочка, еще пока девочка. Мы дождались по роскошную невесту, я думаю, где же, где же она, роскошная невеста с короной, с водой, в стразах, в бриллиантах, но такое платье безусловный и такой вообще в принципе образ безусловно для свадьбы с колоннами, с вентилями, с большими люстрами и так далее. Вот этот вот образ абсолютно подойдет, хотя, кстати, можно было бы сделать даже более многослойную юбку и более длинный шлейф. Заметьте, что сопровождает показ живая скрипта, инструменты, но мне кажется, что это хорошее решение для показа, потому что периодически ты смотришь, что на сцену, то на выходящих диктёров. Вот, кстати, это к вопросу о том, а нужна ли скрипта на выездную регистрацию, когда буду выходить я, а нужны ли там нужны ли живые инструменты? Конечно, живые инструменты всегда отрекают на себя внимание. И когда, конечно, эти инструменты, они дают определенный юбку. И в том числе и для выездной регистрации, когда есть скрипта, когда девушка выходит под скрипку и внимание распредоточено то на невесту, то на ту же самую скрипку, эффект совершенно другой, нежели когда невеста просто выходит под диджея. Их это, в основном, все поют, а я ничего это наигрываю. То есть ты не поешь? Нет! Вот так вот. Вот так вот. Мальчики должны как-то бегать. Мальчики должны бегать, я тут смотрю на пальчика. Молодец! Браво, браво! А скажи, ты подыгрываешь на выездных церемониях? Пошла невеста. Ну, как сказать, редко бывает очень. В основном, народ что думает? Что вот сейчас придет того, ты говоришь, что это с баяном. Вот так и хочется, хэштег, не баянка. И будут частушки. Нет, частушки, конечно, тоже хорошая тема. Но мне больше танцевальная. А что, что именно? Да можно от клуба. А давай, что-нибудь клубное надо. Ну, клубы-то надо минус поставить. Ирина Корнева. Ей блогин Арсений Писко за участие в проекте в качестве спикера и за активную поддержку проекта Веддит Шоу 2018. Ваши аплодисменты. Спасибо большое. А ну, продолжай. Да, именно свадебный блогер. Боже! Мы что-то занятой. У меня стенки не хватит. Сейчас еще запечатаю. Итак, друзья. Ну, выйди, выйди, выйди еще разочек. Ну, пожалуйста. А-а-а, выдохнули. Вас зовут Михаил уже, да? Нет. Черт. Это мой сценический псевдоним. Вас зовут Евгений. Евгений. Каждый работаете, да? Слушайте, ну, тяжелая, да, штука? Я вот очень хочу попробовать... 15 килограмм. 15 килограмм? Да. А как вы прыгали в ней? Я просто стояла и думала, что сейчас точно пойдет. Ну, вот так. Не, ну, так оно... Он же надувается. Он же за счет воздуха чуть легче. А-а-а, он надувается. Ну, там не так уж и жарко, да? Я думала, что там прям капец как жарко. Там еще не жарко. Тут лежит кто-то, слушайте. В тот момент, пока мы на разговор с Михаилом, кто-то упал. Все хорошо? Кто-то сдох. Угу. Хорош. Оп. То есть это надувная штука. Я реально была уверена, что это он такой мягкий. А там воздух. А подождите, а как вы голову наклоняете? Руками? Да. Угу. У меня же еще есть. С головой понятно. Теперь вопрос... А, ну это... Ладно, а как ру... То есть этот чемодомчик вот так вот, да? То есть у вас там постоянная жестикуляция. Сколько килограмм вы теряете в момент, когда работаете Михаилом? Ну что ж, как видите, что я уже преобразовалась в обычного человека. Сейчас мы отправляемся на автопати, но это уже останется за кадром. Друзья, я побывала в Воронеже на свадебной выставке. Мне очень понравилось, я хочу сказать еще раз спасибо большое организаторам за приглашение на эту выставку. Вы, к сожалению, не увидели моего выступления, но, возможно, если вы пригласите меня в свой город, то увидите. Всего хорошего. Если это видео вам понравилось, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Напоминаю, что встречаемся мы с вами по-прежнему каждый вторник, четверг, иногда еще и по субботам. Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новых видео. Пока-пока. Уже заговариваю. Субтитры сделал DimaTorzok